А потом до 25 лет, по-моему, жил в Минске, потом переехал куда-то, там, в Грецию там работал экскурсоводом, в Америке он там жил, и в Москве жил, и в Питере жил, и это самое, и, в общем, и спортивным комментатором, футбольным комментатором он работал очень долго, причем у него по речи чувствуется вот такой вот, помимо вот этого моего любимого еврейского акцентика, там еще вот именно присутствует такой вот комментаторский какой-то слог, да, вот, вообще потрясающе интересный чувак, и мы с ним ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, короче, он позвонил своим знакомым, которые могли бы поменять деньги, у которых, ну, как бы, наверное, самый поздно работающий, обменник, который мог поменять мне российские рубли, вот, они уже как бы все, не работают, он такой, блин, ну, типа, извини, я такая, блин, ну, ладно, ну, хуй делать-то, как бы, вот, он такой, и мы ля-ля-ля-ля, он такой, ну, мол, я тебя провожу, короче, тут быстрее, на самом деле, это, ну, в смысле, тут можно и пешком, а я голодная уже, он такой, по дороге, но, а ты пробовала, вот, ну, там, национальную, ну, типа, шаурмы, короче, только еврейскую, как бы, хрень, я не помню, как она называется, вот, я такой, нет, сама так, как голодными глазами смотрю, проходим, там, запахи, все, ой, вообще круто, вот, давай, я такая, так деньги же, да ничего, я тебя угощу, я такой, ой, ну, спасибо, вот, ну, естественно, короче говоря, он меня угощает этой вкуснятиной, там, одно другое, мы идем, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, так интересно просто, ну, бывает, когда ты встречаешь родного человека по душе, как бы, и прям, вот, просто, без, вообще, без остановки, перескакивая с темы на тему, с темы на тему, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, рассказываем, рассказываем друг другу, вот, в итоге мы постепенно, постепенно подходим к стене плача, по дороге, там, встречаем кучу его знакомых, со всеми пиздим, при подходе уже к стене плача, причем я еще успеваю застать, там, какие-то открытые сувенирные магазинчики, вот, там, что-то даже, это самое, то ли, ну, какая-то мелочь у меня была, евро, что ли, какие-то монетки, в общем, я даже что-то прикупила себе, вот, в итоге, короче, а он, ну, как бы, раньше, одна из его многочисленных работ, типа спецслужбы, вот, вот, и, в общем, подходим, и вот спецслужбы, которые охраняют, как бы, всю вот эту территорию вокруг стены плача, там, да, вот, тоже его все знакомы, и главный из этих чуваков, там, короче, подходит, такой, весь у себя, там, и-ля-ля-ля-ля-ля, анекдоты травим, тоже он на русском отлично, вот, и, значит, что-то слово за слово, говорит, давай, говорит, проверим моих бойцов, ну, давай, ну, поможешь, я, говорит, легко, давай, как, я, говорит, тебе положу в сумку гранату, а ты, говорит, пройдешь через металлоискатель, мол, как вообще они среагируют, не среагируют, все дела, ну, сами понимаете, там же постоянно накаленная обстановка, по идее, да, то есть, как бы, мне половину пути этот рассказывал Игорек, зовут его Игорек, что вообще, мол, какие у них спецслужбы, как они круто реагируют моментально на все, что, пиздец, просто там, враг не пройдет, никаким макаром, ничего, я думаю, ну, окей, ну, так, стремновато, я говорю, ну, а как вы успеете подбежать-то, а то, говорю, они мне приложат, там, лицом к земле, покушаю я земли-то израильской, ну, как бы, типа, не очень приятно, не-не-не, нормально, все будет, мы успеем, мы тут же подбежим, вот, мы прямо рядом будем стоять, я говорю, ну, окей, мне кладет гранату, настоящая граната, все, я прохожу через металлоискатель, ну, естественно, моя задача была, как бы, бдительность ослабить, то есть улыбаться, и строить глазки, причем за компом, ну, за этим, за экраном сидит тёлка, а, значит, при выходе стоит чувак, вот, и я, значит, прохожу с гранатой такая, вся улыбаюсь, ничего, и металлоискатель ничего не пищит, по-моему, а, ну, да, да, короче говоря, бля, бля, или он запищал, но, типа, я показываю, мол, не знаю, чё, и мне говорят, а, ну, это, типа, просто глючат, типа, идите, ну, короче говоря, меня никто не остановил, и я выхожу такая, посреди площади, у стены плача, с гранатой, а эти ещё не подходят сразу, и я такая, бать, такая стою, и, бля, думаю, что с ней делать-то теперь, куда идти, вообще пиздец какой-то, ну, так я постояла минут пять, в итоге они подошли, там, что-то, в общем, задержались каким-то причинам, чё-то, ну, естественно, он там своих, по полной программе, они там чё-то отмазываются, показывают на экране, что, мол, граната не показывается, как граната, что вот она вот в сумочке, мол, как духи там выглядят, или ещё что-то такое, ну, короче, полный пипец, я думаю, да, чуваки, как бы, ну, вот с вами только воевать, но это было весело, в итоге я к стене плача подошла, всё, там помолилась, попросила, записочку написала, потом мы с Игорьком ещё гуляли, там часа два, ля-ля-ля-ля, по всяким кафешкам, то кофе зайдём попить, то что-нибудь поесть, и тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и как бы уже всё, вот как родные, просто, у меня, то есть даже в мыслях, вот знаете, ну, это такое ощущение, как бы только пообщавшись с человеком, ты просто чувствуешь, что настолько джентльмен, что даже в мыслях не возникнет что-то там приставать или что-то, как бы, да, поэтому, когда он мне предложил, говорит, ну, уже поздно, уже ты никуда не уедешь, оставайся у меня, как бы, что ты будешь, я, естественно, тут же согласилась, типа, вообще супер, спасибо, как бы, он, ну, естественно, на всякий случай, типа, если ты боишься, ты не думай, там, в отдельной комнате, там, это, это, я говорю, ты говорю, ты что, блин, вообще даже мыслях нет, я вижу, что ты настоящий джентльмен, что все ничего не позволишь там, вот, и мы приходим с ним, значит, ну, уже вообще никакие, уже 7 утра или что-то такое, короче, а, или в 5 было, а в 7 вставать, чтобы на автобус, значит, успеть ему на работу, в итоге, еще там, трепемся какое-то время дома, и, в общем, вообще уже врубаемся, вообще, никакущий спать, вот, в итоге, когда он меня разбудил, ну, то есть, я, то самое, в гостиной спала, он меня разбудил утром, когда, через 2 часа, я даже вообще в фаху была, вообще, я сначала не поняла, где я, что я вообще, и, знаете, так прикольно, когда ты просыпаешься, и у тебя в голове постепенно восстанавливается информация, что ты в Израиле, вообще, в доме у чувака, которого ты вот только узнала, как бы, и вот, вообще, вот это вот все восстанавливается информацией, ты думаешь, да, детка, ты нашла свое приключение, круто, но это еще не все, в итоге, он мне там с собой дает кучу еды, он как раз собирался отправить там знакомый, как бы, к Новому году посылки для детишек, и там всякие шоколадки, жвачки, там, соки, бла-бла-бла, фрукты, и вот это все, он мне там из двух коробок, прям в пакеты напихал, еще с собой денег, я говорю, ты, Горюк, ну, не надо, да, ничего, ничего, а то вдруг понадобятся там, пыры-пыры, ну, в общем, короче говоря, еще денег с собой взял, дал, и еды, в общем, отправил меня, посадил на автобус, я такая, фух, причем получается, что я хотела к ужину успеть, чтобы хотя бы успеть, ну, покушать перед сном, там, вещи как-то собрать, потому что на следующий день улетать, и это самое, и я, короче, такая, думаю, хоть бы были билеты, подходим на кассе, а сначала говорят, все, билетов нет, я, ну, заебись, а следующий автобус там вообще хуй знает, когда, и я думаю, ну, пипец, короче говоря, как мне домой-то вообще попадать, и, он говорит, ну, попробуйте, вот как те люди, про которых я рассказывала, которые просто водителю стучались, и просили их взять, ну, попробуйте так, как бы вариантов нет, и благо я ехала до конца, до конечной точки маршрута, потому что он меня, еще пару человек взял, там, вот так, за наличку просто, да, а люди, которые просились, ну, там, на пол, на полпути им надо выйти, или еще что-то, типа, ему невыгодно, он их не взял, то есть мне дико повезло, но я как бы, повезло просто, что я попала в автобус, хоть и без места, там, и так далее, в итоге я, короче, я, ну, представляете, два часа спала, пиздец никакая, невыспанная, жара, там, все, жесть какая-то полная, и тут, как бы, вот это лежбище, на полу, в автобусе, оно, кажется, боже, это просто королевская перина, какой там брезгливость, или что-то, и как только автобус тронулся, и появилась возможность лечь, ну, у меня была, как бы, я голову не на землю, конечно, то есть, а это самое, пакет с вещами положила под голову, легла прямо там на полу, похеру, там вокруг тоже людей кучей лежит, как бы, амжара легла, и так сладко заснула, боже мой, как никогда в жизни, наверное, если бы не ебучая муха, которая все время ползала мне по носу, и по глазам у меня будила, короче, щекотала, то я бы вообще, наверное, как в сказке бы отоспалась, ну, вот, ну, периодически были остановки там, в туалет, еще что-то, как бы, приходилось вставать, а так, вообще-то, шибись, я на полу-то проехала, все вам хочу сказать, далеко не худший вариант, вот такие вот приключения, приехала, поужинала, собрала вещи, на следующий день в Москву, и приехала такая счастливая, такая прямо после глотка свежего воздуха, то есть, люди, прислушивайтесь к своим желаниям, никогда не отказывайте себе в хороших, здоровых приключениях, целую всех,